Смотрите, куртяхи как по-разному смотрятся. Для кого-то курточка, для кого-то курточка, для кого-то пофточка. Нас похолодало для калифорнийцев. Вот, оделись все тепло. Слушайте, я ни петь, ни свистеть. Весь день гоняю, как сумасшедшее. Одно, второе, третье. Сейчас прибегу, надо регистрироваться на эти мне. На госуслуги. Мне же надо прилететь сейчас этот анализ-то сдавать на ковид. А чтобы его сдать, я должна зарегистрирована быть на госуслугах. Потом надо сейчас Рику эти копии документов-то отправить. Билетов, господи. Потом надо собраться. Слушайте, я хотела сейчас купить тыквенный хлеб у них тут продают. Потом банановый хлеб с орешками и лимонный хлеб. Ну, это такие американские фирменные штучки. Они всегда продаются в Старбаксе. У нас в России, наверное, тоже это есть. Короче, прошу, говорю, дайте мне этот тыквенный хлеб. Она давай с витрины забирать. Нет у них уже. Он у нее сломался. Говорит, нету тыквенного хлеба. Я говорю, тогда банановый хлеб. Она стала опять залазить, нету бананового хлеба. А с витрины-то я что-то не хочу. Потом она говорит, есть вот маффины из тыквы. Думаю, поем я тут тыквы. Я ее не люблю вообще-то. Подогрела еще мне она и налила полную чашку кофе. Ой, прям сейчас попью. Я серьезно, я так устала. Сегодня весь день гоняла, всякие дела тут делала. Все до последнего оттягиваю. Вот что за манера, а? У меня только так или у всех так. Ну, видите, какая она? Эти маффины из тыквы. И хлеб такой же, он очень мягкий у них. Во рту тает. Всякой фигне туда натолкали, наверное. Фимикатов. Ну, ладно, небольшой кусочек вот сегодня съем. Прибраться сейчас надо. Потому что я опять две недели не прибиралась. Хотела три дня назад прибраться, мне некогда было. Четыре дня назад некогда было. Слушайте, я как не включу какой-нибудь в инстаграме или еще каких-нибудь наших девушек. У них у всех эти дамы по хозяйству есть. Которые приходят, там прибираются. У меня у одной нету. Я вообще, честно сказать, я не представляю. Вот кто еще сам прибирается. Белье стирает. Кушать готовит. Это вообще весь день занят. Это для себя, для своих любимых дел. Вообще не останется времени. Я прибираться-то не успеваю. А еще если это, первое, второе, третье, белье постирать. Дети, если. Мне кажется, это надо обязательно кого-то нанимать. Потому что ты в эту бытовуху, как упадешь, в бытовуху, все, у тебя для себя вообще времени не останется. Ты из дома выйти некуда. А если еще огород, это все конец. Для меня конец. Сейчас приеду в Россию, вообще ничего делать не буду. Буду фильмы смотреть, лежать. С подругами, с оставшимися, встречусь. Блин, у меня подруги умерли вообще. Две. Каждый вечер засыпаю, каждый вечер поверить не могу. Вот засыпаю, каждый вечер перед ночью все время их вспоминаю. Не могу даже это вот до сих пор воспринять. Вообще, переезжала я каждый раз с ними встречалась. Вообще, мозг до сих пор не принял эту информацию. Уже год ведь прошел. Кошмар. Год и полгода. Едем в аэропорт. Еле встала. Рик меня два раза будил. Я уже так привыкла спать. Когда он собирается на работу, я очень это люблю. Я прям лежу, балдею. Я слышу, как он каждое утро собирается. У меня прямо такая истома по телу, что а мне никуда не надо вставать. Какое это счастье. Иду по пустому аэропорту. Так классно. Машин нету при высадке, при посадке. Сейчас сделали новые ленты, когда там проверяют багаж. Так классно. Встаешь, расстояние между людьми никто не толкается. Новые ленты сделали. Выезжает из-под низа откуда-то этот пластиковый бокс. Него кладешь там все свои принадлежности. Потом они едут, проверяются. Что не понравилось, уезжает в левый край. Что понравилось, в правый. Мои две. У меня багажа-то вообще на... Да, рюкзак. Там немножечко у меня на это вещей. И мои обе сумки не понравились. И с компьютером, и со штанами, которые я взяла, вам показывала. Она их обыскивала столько. Я что-то не поняла. Поезд там широкий был, видимо. Ну, а в поезд, может, я там положила запрещенные материалы. То есть и так классно, когда пусто. Видите, я без чемодана какую-то вчера нашла у Рика старущую. Под компьютер туда спихала. Все так неудобно без колесиков, когда рука уже снимается. Тут вообще шапка у меня Мономаха. Моя любимая. Это из Венеции. Потом вот эти станы она обыскивала. Вот эти вот. Из пояса, видимо, у них что ли очень жесткие, потому что она его так трогала. И ботинки взяла запасные. Вот такие себе. Видите, кендерлен. Замши, они такие свободные. Ну, вдруг, Надя, кто-нибудь там дает веке, оделась как бизнес-вумен. Сейчас я вам покажу, как я выгляжу. Так, что у нас в аэропорту продают? Попить надо купить. Воду выкинула. Слушайте, я сейчас поняла, она, видимо, остановила меня, а я же пирог взяла с собой. Мой пакет покрасивый. Вот этот. Брошила его в последний момент. Вот. Потому что она, наверное, его искала. Думаю, что такое плотное. Я ее забыла. И не нашла. Пока. Салатики слежащие. И с макаронки терпеть не могу. Люблю приезжать за энное количество часов до вылета самолета. Вообще, припеть ненавижу. Я лучше в аэропорту буду 8 часов сидеть возле выхода, но не нервничать. Все найти спокойно. Пройти все эти таможни. Убедиться, что все правильно куплено. Билет. И после того, как мы в Испанию проспали рейс, вообще не понимаю, как это произошло. Ну, по вине аэропорта, кстати. Табло не работало. Я сейчас вообще боюсь. Постоянно сохраняю эти зоны вылета. Смотрите, такие кабины. для матерей. Классно. Чуть себе. Не видела тоже ни разу. Видите, Сан-Франциско гордится, что поддерживает семьи. Кругом бизнес-ква. Можно даже нос открыть. Интересно, с какими масками будут пускать. Вот, начал народ подтягиваться. Вот так, ну, шикарно. Может быть, маска какая-то специальная нужна. Я даже не узнала. На выход соскочили все, как сумасшедшие. Никуда такого не видела. Соскочили, встали в рядах, стоят задние, хотят опередить, кто еще сидит. В общем, карантин дает о себе знать. Дикие стали. Я, какая была, такая осталась, нисколько не одичала. Сижу, жду, последняя выйду. Ой, вышла, не заметила, как долетела. Мне показалось, пять минут. Слушайте, весь самолет был занят. Вот вышла опять, как первый раз. Как будто я тут и не бывала. Где мне опять этот интернациональный аэропорт искать? Как в тот раз я прилетела, и я оказалась почему-то без посадочного места. Ой, как уши заложила. И я оказалась в интернациональном аэропорту на стойке, где можно улетать. Я вообще не поняла, как я прошла все эти таможни с чемоданом, причем я тогда была. И все, и мне этот билет распечатывали на стойке регистрации, посадочный талон. Сейчас как бы так же не получилось бы. На терминал United Aerolines. Ой, уж вообще не в ту сторону. Сейчас надо идти до конца, потом налево. И там уже два терминала пройти, и окажусь где-то в нормальном месте, которое мне надо. Вот мне надо терминал B Tom Bradley. Идем налево. Я вот там вышла вообще рядом и ушла не в ту сторону. Так, вот туда прямо. Слушайте, в аэропортах-то здесь уже побольше народу-то. гораздо больше. Скоро все забудем эти времена. О, уже знакомые эти рогульки пошли. Вот эти. Это уже что-то близко к интернациональному аэропорту. Видите? Это их компания, огромный терминал United. час уже хожу. Пришла туда, меня обратно отправили. Оказывается, через туннель надо идти. Четвертый, пятый. Потому что, если бы я там вышла, мне пришлось процедуру эту проходить. Но опять таможни. В общем, сейчас мне надо сесть тогда зарегистрироваться, потому что я не зарегистрировалась через телефон. я думала, на стойку подойду и все там, все нормально у меня будет. А получается, я сейчас из одного терминала в другой перешла и не буду проходить эту процедуру. У меня нету того на посадочного. Вот он, этот туннель, который мне надо сейчас идти. Ногу смазолила, плечо отваливается. Все, я вспомнила этот туннель. В тот раз у меня так же было. Вот я шла, 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 шла и пришла к выходу, где мой самолет уже вылетает. И сидела, волновалась, что как так. Я не прошла таможню, ничего, и у меня нету талона. Кто смотрел эти видео, помнят. Сейчас такая же история. Это если у тебя стыковочный рейс, и вот его можно вот так соединить. Но так странно, это почему-то не каждый раз так получается. Может, я сейчас просто летела вот этот United, и у них такая тут есть функция, а у других может быть не так. В общем, не знаю, сейчас подписчики напишут, вы все знаете. второй час хожу. Господи, подвальные терминалы. Вот я их прохожу и прохожу, прохожу и прохожу. Слава Богу, что-то нашла терминал Би. Короче, я опять пришла вот сюда и вот нужно вот в тот терминал идти. Зато мне сейчас этот посадочный талон ходила-ходила, в итоге пришла на выход. Ну, слава Богу, я даже рада потом сидеть опять 6 часов гонять, что мне скажет аэрофлот. Ой, слава тебе, Господи, слава тебе, господи, без плеча я в итоге. Все, вот это уже все мне знакомо и понятно. Сейчас буду смотреть, где наши стойки. Ой, как хорошо, когда знакомые места уже так уверенно становятся. Все знаешь. О, не смысл. дети. все подруги. А завтра встречи. Ищи ворота. Офигеть. Что-то помялось. ой, блин, еще бежит. А, нет, это не это, не помидорки. Раздавилась помидорка. Моя полезная еда. Ладно. Целый съем. Это пирожок мой с красной рыбой. Офигеть. Продолжение следует...